что дружище тоже любишь яблоки вот давай смотреть это все-то далеко откатилась откатилась далеко вот это я подобрал сам под дерево тут уже точно грамм 500 будет сейчас я расскажу про это дерево потому что не мог успокоиться с тем с тем сюжетом значит так по порядку я посадил сюда привитую нет я на месте привил колновитку от нее осталось вот только вот это страшно рано и больше ничего вот она но она дала рекордную высоту дала несколько урожаев все-таки сибирь не для нее даже на сибирке наверное надо было продолжать эту линию помните не незаконно незаконной теории практика железа называется селекционное клонирование плюс наследие ментора вот смотрите что случилось то случилось линия не продолжу вот самый высокой в мире полновидная яблоня приказала долго жить а сибирка вот он любит скотина эти за мной фрукты и овощи таскать а сибирка вылезла сбоку и пошла вверх почему там пьяни делал почему здесь такой мощный штамп забор забор и соответственно места мало видите вот это мое знаменитое самое старое дерево это амур он уже привитый он тоже весь больной он еще долго будет плодоносить кто за это говорит ой подай плодоносить и расти приросты видели видели при таких простох он помирать не собирается несмотря на это ну мы отвлеклись забор здесь сыграл свою такую я бы сказал зловещую роль посмотрите какой штамп специально и здесь на сибирка надежнее конечно хотя прививка то сделано на маньчжурский абрикос и ведь он жив до сих пор через калет ему тридцатник исполнится вот ну хорошо это мы любовались каждый год а это пока молодежь и так с этого только здесь в этом месте началось появились боковые ветки разветвления я сделал несколько прививок любуйтесь 1 2 3 2 пошло лучше из них лучше из них называется богатырь вот то что я не выдумал что эти это яблоко именно отсюда пришлось не искать доказательства вот они поднимаю голову он и не висят и к сожалению рухнула ветка на которой висела видимо это сейчас посмотрим наверх он они красавцы надеюсь вы их видите обычно на таком фоне плохо видно вот они вот они так у меня что-то расплывается на экране в общем доказал доказал ветку сломанную видели видели скажете что ж ты железов не выражение регулировал что ж ты железов не это не укорачивал ветки такие случаи бывают не часто нередко нет у меня времени для того чтобы делать красивые деревья забор двухметровый а выше уже для меня недоступна та самая формировка дерева ладно посмотрели еще раз в чем убедились впервые куда ты лучше яблоко жрешь скотина и почему каждый раз так ты как будто бывший этот самый ну в идее это неудобно при люди к тебе пинать я лучше яблоко давай грызть ну вот то грызи таких у меня много и так еще раз полюбовались сделаю фотографию селфи на придется делать тоже поверить в это чудо вот и еще раз раз это учебный фильм вместо прививки смотрим 1 видели как можно ближе к основанию ветки второе центральный проводник вот она сделал прививку тоже в расщеп третье не пошла так и остались вот эти ветки я все не убирал вот я до сих пор не знаю лучше когда уберешь полностью или когда часть оставишь надо кажется так и на этой так спорный вопрос а чё это такое у меня самое позднее китайская слива она была у меня желто-розовая в этом году солнца не было дотянула сегодня двадцать шестое сентября холодно до сих пор висит уже мне первые упали месяца полтора назад ночью соберем вам они тоже будут нужны почему позднее позже цветут это очень важно друзья в общем вот мы еще кусочек сада с вами изучили еще раз полюбовались это яблоко и благодарю за внимание а как выглядит селфи а вдруг я вдруг это не красный хутор смотрим на мою морду не получается сейчас 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 я там я дерево дерево то самое красный хутор тот самый все еще есть сомневающиеся давайте посмотрим на беседку нас в принципе так видно что это моё кстати я сейчас только собирал а вот сладкие груши вот они манджурские рейхи собирал сладкие груши их осталось совсем немного вот а вот эти вот у меня последняя нарядная фимова полюбуемся больше нет если только на дереве не задержалась а он еще есть и есть немножко но главное тема еще нет а вот мы уже поговорили об этом а сейчас еще раз сладчайшая груша под названием воронежская десертная последняя груша висит их найду я нет их было всего две на ней цифра 20 мне из-за этого жить не хочется сейчас 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 я которая самая крупная это она вот вот это вот чудо вот и на берке написано номер 20 кто-то может спер на 8 саду я же не номерую вот здесь она и села вот еще одна висит но правда маленькая вот ау караул ребята я сейчас отключу еще фотографии сделаю скажите на милость что это откуда вот кто эту красоту создал еще и не пробовал на вкус да уверен что сладкое но все благодарю нет не благодарю за внимание вот они сейчас было собрано два ведра мною и ведро я фотографии сейчас сделал а фильм не включал еще моим соседам перед этим я собрал еще ведро уже семечки выковыряны которые раньше поспели и вот все что осталось а так как их немного для такого дерева очень немного это примерно в 20 раз меньше чем было может 40 раз чем было еще годом раньше чем всегда и наконец к при маленьком рожая они снова сладкие это стал бы сосед у меня собирать послал бы меня далеко-далеко и наконец они снова сладкие вот нет мы с вами уже ходили так орехи мы с вами собрали маньчжурские вот последние груши лежат еще тут ага вон они красавцы ну пусть будет тема а тут у меня знаете какая самая сладкая для меня лично это осенья яковлева вот какая она хорошая какая она вкусная вон последние висят ну все благодарю за внимание а то слюны захлебнетесь так я